Только что проверил, что тебе беспокоится. Я бы просто хотел держать руку на пульсе. Не вопрос. После обеда закончу обчинку. Хм, звучит неплохо. Отвали! Не знать, если что-то изменится. Теперь, когда все добрались до класса, мы наконец-то можем начать. Никаких разговоров и даже не пытайтесь подглядывать. Привет, с вами. Ха-ха-ха. Да, я это вам говорю, мистер Делори. Конечно, мистер Бротч. Если поток остроумия иссяк, давайте приступим. Вопрос первый. К вам подбегает очумевший ученый и кричит. Я всажу свой квантовый гармонизатор в вашу фотонно-резонаторную камеру. Что вы ответите? Вопрос второй. Вы проходите практику в клинике. В кабинет вваливается пациент с раной на ноге, воспаленной от неизвестной инфекции. Инфекция распространяется с пугающей скоростью. Но доктор ненадолго вышел. Ваше действие. Вопрос третий. На нижних уровнях убежища вы находите маленького потерявшегося мальчика. Он голоден и напуган, но кажется, у него с собой краденая вещь. Ваше действие. Вопрос четвертый. Поздравляем! Вас взяли в бейсбольную команду убежища 101. Кем вы хотите быть? Вопрос пятый. Ваша бабушка приглашает вас на чай. К вашему удивлению, она дает вам пистолет и приказывает убить другого жителя убежища. Ваши действия. Вопрос шестой. Старый мистер Абернатти снова заперса у себя в комнате. Вам приказали извлечь его оттуда. Как вы это сделаете? Вопрос седьмой. О, нет! Вас облучило радиацией. У вас из живота выросла третья рука. Какой лучший способ лечения? Вопрос восьмой. У другого жителя убежища 101 есть первый выпуск комикса «Грогнак варвар». Вы очень хотите его заполучить. Как лучше всего завладеть им? Вопрос девятый. Вы решили подшутить над отцом. Вы вошли в его личную уборную, где никто вас не видит, и... Вопрос десятый. Кто, без сомнения, самый важный человек в убежище 101? Тот, кто защищает нас от суровой атомной пустоши, кому мы обязаны всем, что имеем, даже нашими жизнями. Отложили ручки, господа. Время вышло. Это и есть знаменитая коза. Уверен, большинство из вас справилось без проблем. Что же, до остальных... У ремонтников всегда дефицит кадров. Уходя, не забудьте сдать работы. Даже не спрашивайте, что случилось с теми, кто не сдал козу. Остаток дня у вас свободен. Можете праздновать или молиться, в зависимости от ситуации. Здесь сказано, что твоя идеальная профессия – специалист по утилизации отходов. Специалист, понимаешь ли, не любитель. Поздравляю! Да, это очень вдохновляет, такой искренний юный энтузиазм. Хорошо, что коза время от времени попадает в точку. Как там говорят про тысячу мартышек и тысячу печатных машинок? Что ж, рад, что все так хорошо для тебя складывается. Надеюсь, твои одноклассники хоть в половину так же порадуются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!